Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня! Ну, начнем с того, что поисковый отряд у нас создавался изначально на базе ДМО Волжского района. Затем уже в процессе времени, в процессе становления самого отряда произошло ряд изменений, но мы как бы от своей сути, от своей конвы, основных целей мы не отошли. Можно сказать так, что в этом году у нас поступило предложение принять в свой отряд ребят из города Самары. И мы это с удовольствием сделали, потому что ребята у нас, ну, будем говорить так, в доказательстве того, что дети все одинаковые, ребята все одинаковые. У нас в основном, наш контингент нашего отряда это школьники, и мы решили пойти на такой эксперимент. И с Сергеем был преобразован немножечко в такой вот сводный отряд города Самары. То есть там ребята вошли в городе Самары и Волжского района. Ну, чем занимаются? Какая деятельность, направление деятельности? Направление деятельности это поиск и восстановление памяти, поиск пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и восстановление памяти, я так думаю, нашего народа о том, как это все было, как все происходило в периоды Великой Отечественной войны. Но у вас какое-то образование есть? Вы как сами-то начали этим заниматься? Я сам закончил Самарский государственный педагогический университет по специальности учитель истории. У меня очень долгий был путь в школу, в конечном итоге я туда попал, поработал учителем истории. В настоящее время работаю заместительным директором по воспитательной работе, ГБУ СОЖ номер один, поселок Стро-Керамик. И параллельно с 2010 года, с легкой подачи агентства проявляться молодежной политики, начал заниматься поисковой деятельностью. Еще раз повторюсь, шли преобразования различные, но в конечном итоге у нас получилось так, что поисковый отряд начал базироваться на базе школы. Основную массу в прошлые два года у нас составляли именно учащиеся этой школы. То есть школьники. А в этом году мы уже такой вот микс. Объединили усилия. Да, объединили усилия. Своего рода эксперимент. Так, Сергей, как это было с вашей стороны? Какая история? Интересно тоже знать. На самом деле мы уже второй год подряд поддерживаем поисковые отряды города Самары. Все это производится в рамках реализации нашей муниципальной программы «Молодежь Самары». В прошлом году у нас в поисковую экспедицию мы отправляли поисковый отряд «Волжане», который действовал на территории города Самары и действует до сих пор. В этом году, соответственно, мы договорились и тоже поддержали вот такой сводный поисковый отряд, который фактически собрали. Здесь провели его инструктаж, провели его обучение данного поискового отряда. И, собственно говоря, основное то, что этот отряд поехал в экспедицию. В экспедицию на места боевых действий, Тверская область, где на самом деле проходили ожесточенные бои во время Великой Отечественной войны. А, безусловно, это очень серьезная работа в рамках воспитания, патриотического воспитания подрастающей молодежи. Но это не развлечение какое-то, поехали на экскурсию, это работа. Нет, однозначно. Это действительно работа. И очень приятно, что ребята очень активно в эту деятельность вовлекаются, и им это интересно. Безусловно, это очень серьезное мероприятие. В этом году отряду удалось достаточно серьезных успехов достичь, и были найдены ряд вещей. Я думаю, ребята сегодня это продемонстрируют. Конечно, расскажем, мы покажем, конечно. Были найдены останки солдата. Великая Отечественная война сейчас, соответственно, уже совместно с государственными органами ведется работа по, соответственно, установлению его личности, установлению его имени. И на самом деле эта работа очень важная, потому что потом в торжественной обстановке всегда эти останки перезахороняются. И это очень важная в целом работа. Вообще в этом году в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь Самары» мы не только обеспечили отправку поискового отряда. То есть основная проблема поисковиков всегда, и в прошлом году отряд волжане, и в этом году отряд сводный, это обеспечение транспорта. Транспорта до места проведения. Потому что всегда это вне, безусловно, территории Самарской области. У нас на нашей земле, к счастью, боевых действий не производилось во время Великой Отечественной войны. Но в этом году мы еще и достаточно серьезно усилили материально-техническую базу. Мы закупили специализированные лопаты, которые необходимы для деятельности поисковых отрядов. Мы закупили радиостанции, которые уже необходимы для работы. Мы закупили туристическое оборудование, это палатки, которые также необходимы. И это все останется у нас в Самарском доме молодежи. И в дальнейшем мы готовы предоставлять все это оборудование совершенно безвозмездно по заявкам поисковиков. То есть это оборудование на года приобретено, его можно будет в дальнейшем... Это вклад такой. Да, такой серьезный вклад. Ну и, безусловно, непосредственно мы оплатили транспортировку отряда. Вот. И данная программа, она будет реализовываться и в следующем году. Поэтому я хочу обратиться, может быть, если кто-то слышит. Мы готовы поддерживать такие начинания в Самарском доме молодежи. Мы, безусловно, планируем и с коллегами продолжать здесь сотрудничество. Я думаю, что этот отряд будет только расширяться. И, безусловно, готовы поддерживать и другие поисковые отряды, потому что, на самом деле, это очень важно и очень значимая работа. Угу. Друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира. Мы будем рады вашим звонкам. И если есть что-то у вас спросить у наших гостей, может быть, чего-то пожелать, высказать какие-то свои мнения по этому поводу, звоните. Может быть, хотите записаться, почему нет поискового отряда. Я думаю, нам ребята расскажут, как они попали вообще, чем они занимаются и, собственно, какая помощь, может быть, нужна. Давайте спросим теперь у наших юных гостей сегодня. Ярослав, ну расскажи, пожалуйста, что для тебя вообще вот, ну, действительно, как мы выяснили, работа, да, это не просто экскурсия, не просто какое-то времяпрепровождение, а именно серьезная такая вот осознанная деятельность. Вот как ты очутился в поисковом отряде и что уже, может быть, где был, что сделал? Ну, это для меня была первая поездка, ну, с целью времяпрепровождения, ну, как бы разнообразить свое лето. Ну, хочешь съездить, я согласился. Ну, как бы для меня, ну, патриотические чувства это превыше всего, но это больше не работа как хобби, а для развития себя и, ну, может быть, друзья там рассказать, позвать кого-нибудь. Где был уже? Там же в Цверской области? Да, только в Цверской области. Страшно было вообще? Ну, только когда бойца поднимали, был, ну, боялся. Не по себе? Да, не по себе. Ну, а потом какие эмоции? Вы как-то это обсуждали между собой? Ну, был, конечно, восторг, потому что почти всю экспедицию мы не могли поднять бойца, немногие расстаивались по поводу этого, но в конце экспедиции буквально за два дня мы подняли бойца. Угу. Алексей, что значит поднять бойца? Ну, объясню. Вот так вот людям, чтобы понятно было. Я понял, ну, это такой своего рода сленг, он уже сформировался. Ну, понятно, это ваш фразеологизм, точнее, организм профессиональный. Ну, да. Здесь идет речь о том, что ребята выполняли очень серьезную работу по поиску на больших территориях с применением, ну, будем говорить так, грубо физической силы. То есть поднимали, сначала поднимали грунт в поисках останков, потому что приборы на глубине, допустим, двух метров, они уже не работают. Там, они зацепляют, там, поверхность грунта, там, сантиметров сорок. Более серьезное оборудование, оно очень дорогое, не все поисковые отряды им владеют. То есть нужно какое-то еще оборудование, так ведь я забегаю вперед. Оборудование, да. То есть это о будущем, если смотреть. Основное, что используют в поисковике, это щуп, это лопата и все. И знания, которыми он владеет. Знания и опыт, которые он приобретает. Знания, это, как правило, история, топография. Ну, это вот основные знания. Всех ли взяли тех, кто хотел поехать? Здесь нет, не всех. У нас происходит своего рода отсев. То есть, во-первых, это едет группа. Группа, желающих много. Но в группу можно, там же идет жизнь. То есть мы живем там не один день, а неделю. И здесь, тем более, условия, они далеко не комфортные. То есть мы не пришли домой, там, включили воду, помыли руки. А здесь полевые условия. То есть готовность человека морально, психологически. Как он к этому отнесется. Просто прожить все это время там. И поэтому ребят приходилось реально отсеивать. То есть, да, предложили. Ярославу, да. Готов. Хочу попробовать. Замечательно. Все, посмотрели, как он себя ведет в той или иной ситуации. То есть там различные постановочные. Все, уже определились, что да, он подходит для групповой работы. Психологический портрет нормальный. Да, вырисовывается. Все. Человек спокоен, человек, ну да, там, чувства его переполняют, когда определенные моменты бывают. Но это первая экспедиция. Да, но это первая экспедиция. Надо отдать должное. В будущем, надеюсь, что он будет более хладнокровен к этому всему относиться. Пережить-то это каждый пережил. Вот Влад, у него не первая уже экспедиция. Расскажи давай, как у тебя все это происходило. Эмоции, понятно, наверное, тебе, как бы, знакомы. Ну, попал я туда чисто, как бы, случайно, так же, как Ярослав предложили. Я согласился. Ездил уже третий раз, два раза в Сталинграде. И вот сейчас третий, Тверская область. Мне очень нравится. Ну, во-первых, это память, патриотизм и все-то, все. А, во-вторых, это, как бы, полевая жизнь. Это вот сама полевая жизнь нравится. А вот скажи, ты учишься где-то? Расскажи. Да, учусь в 11-м классе, ГБУ, СОЖ, Награде. И куда хочешь дальше пойти? На исторический? Это еще под вопросом. Под вопросом. Ну, скорее всего. Скорее всего, ага. Ну, то есть потенциал у ребят именно такой вот есть? Есть, конечно. И такой неплохой подспорье? Есть, есть, конечно, потенциал. Ну, здесь они не только время проводят, то есть летом, неделю там, оторваться от мамы, куда-то уехать. Здесь, наверное, они стремятся не только для того, чтобы там выехать в поле, там, пожить в палатке. А стоит цель, ну, это, на мой взгляд, исключительно мое мнение. Возможно, и как-то вот подсознательно они понимают, что им необходимо самим для себя вот расширять кругозор. Вот. Расширять свои знания вообще об окружающем мире. Когда вы едете, допустим, на место какое-то, вы изучаете сам момент вот исторический? Вот вы говорите Сталинград, да? Понятно, что там достаточно много моментов ключевых. Конкретно выбираете место, изучаете, что там было, какие-то исторические справки, как это происходит? Конечно. Почему какие-то квадраты выбираете? Кто вам это подсказывает? Это очень, будем говорить так, длительная работа проводится. Она, как правило, в осенне-зимний период, где-то вот начиная с середины октября и заканчивается она, по сути дела, в марте месяц. В марте уже определяются сроки экспедиции, места проведения экспедиции. То есть бурная работа идет архивная. Она всегда у нас прихравовала на начальном этапе. Ну, сейчас мы окрепли в этом плане, то есть поднаторели. И, да, прежде чем выехать в какой-то район, мы, во-первых, входим в состав поискового движения России, наш отряд, вот самарский отряд, наш отряд. И для того, чтобы выехать в какой-то район, для этого необходимо получить разрешение принимающей стороны. То есть такая еще и бумажная работа, да? Мы приедем, конечно. Просто так ты туда не приедешь. Если ты приезжаешь просто так, там, абы как, там, к тебе, ну, как бы, а тебе никто не знает, кто туда выехал. Могут быть проблемы, я так понимаю. Да, могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами, с органами местной власти. Поэтому здесь проводится первоначальная работа. То есть в боевых районах там поисковые объединения, они уже действуют не первые десяток лет. Ну, а не охотно идут навстречу школьникам? Делятся ли вот этими своими? Не всегда. Не всегда. Здесь есть подводные камни определенные, связанные в первую очередь с возрастом ребят. То есть ребятам по 16-17 лет. То есть они думают, что несерьезно ребят подходят к этому? Так, приехали покопаться и уедут. Ребята-то, они относятся серьезно к этому делу. Ну, а люди многие думают, что нет. Да, то есть, ну, школьники, что, ну, школьники, ну, что они там сейчас придут, там, два раза лопатку кинут и все. То есть, и как бы, нет, они были приятно удивлены тем, что ребята очень серьезно относятся. То есть здесь у нас уровень подготовки, он соответствует работе там. То есть здесь серьезно подготовились, провели все занятия, инструктажи, все, выехали, отработали. И люди нам уже на следующий год говорят, приезжайте, мы готовы вас, вот, даже в большем количестве, готовы принять. Все. Давайте посмотрим фотографии с ваших, как раз таки, вот, мест, где вы бывали. Рассказывайте, кто что видит, кто, может быть, что прокомментирует. Могу прокомментировать этот снимок. Это Волгоградская область, Городичинский район, село Кузьмичи, не доезжая там буквально 5-7 километров. Поднимали, вот, как раз один из бойцов был поднят. Это ребята у нас отдыхают, в палатках живут. Это уже Тверская область, Тверские леса, не доезжая Ржево, это порядка 10 километров. Подготовка к работе, то есть осушение воронки, где, предположительно, может находиться захоронение бойцов, такое санитарное. То есть это вот подготовка к проведению работы, уже начало самой работы. А есть те, кто, ну, вот, один раз съездили в экспедицию, все это не мое, не поедут больше? Есть, есть такие ребята, они, надо отдать должное, они до конца отрабатывают, ну, не то, что отрабатывают, они находятся в составе экспедиции. Здесь нет такого понятия, как вот, ты обязан. Ребята, идем сегодня копать, идем, все, нет желания, нет настроения, настроения, все, ты остаешься в лагере. Никаких претензий к тебе нет, потому что это все-таки дело добровольное. Это вот траншея в Березовой роще. Очень четко была выражена по следовым характерам, по количеству воронок ее окружающих. Мы думали, что там находятся у нас бойцы, но выбили ее достаточно очень быстро, буквально в течение полудня, то есть там в течение трех-четырех часов, и убедились, что она пустая. Вопрос. Ну вот с поднятием бойцов все понятно. Дальше какая деятельность? Как дальше происходит все? Бойца поднимают, и затем уже происходит опознание. То есть само поднятие, поднятие бойца, то есть оно длится несколько этапов. От того момента, когда нашли там фрагмент останков, и до момента, когда его упакуют аккуратно в мешок, и далее уже передадут. Очень длительный период. То есть это, во-первых, снятие координат местонахождения, где был поднят боец. Затем археология. То есть нужно понять, в каком положении он лежит, зафиксировать все факты. Это составление протоколов, это фотоматериалы для фиксирования этих протоколов. То есть все серьезное. Это все серьезное. Это не просто там косточку нашли, там выкопали ее в мешок, кинули, и все, здесь боец. Ничего подобного. Здесь очень серьезно. Здесь тем более идет столкновение у нас еще и с теми вещами, которые носит с собой боец. И нам очень пристальное внимание со стороны правоохранительных органов именно поэтому. Потому что помимо нас, то есть официально заявленных отрядов, выезжают также и люди в самостоятельный поиск. Они выезжают нелегально, я говорю, возникают у них проблемы с правоохранительными органами, с администрацией местной. В плане том, что копать у нас по сегодняшнему законодательству абы где нельзя. Это наказуемое деяние. И к тому же поднимают не только останки, поднимают и боеприпасы, поднимают и личные вещи, которые потом не используются в качестве экспонатов музея, а идут они уже и на продажу. То есть продают это все. Мы к этому относимся осуждающе. Если мы какие-то вещи поднимаем личные, то они или потеряны, и мы их в дальнейшем уже с разрешением принимающей стороны берем себе для экспозиции в музей. Или же это все, все эти вещи остаются с останками бойца, которого подняли. И передаются по установлению его личности уже родственникам. Я в ту репету хотел спросить, сложно вообще вот это все для вас? Морально, физически? Ярослав, вот для тебя. Морально это уже зависит от контингента, на котором мы находимся. А физически, ну, я более-менее физически подготовлен, но не очень тяжело. Ну, а как ты считаешь, ты будешь готов на следующий год? Да, конечно. Мы уже запланили три экспедиции. Три экспедиции уже. То есть, в принципе, планов достаточное количество. Ну, вопрос, наверное, тогда к Владиславу еще. Ты как уже опытный человек, опытный экспедитор, как поисковик. Поисковик. Да. Для тебя сложно это? Это уже что для тебя? Образ, мысль, стиль жизни? Я знаю, ты не представляешь. Ну, это уже, как считается, стиль жизни, уже привыкший ко всем нагрузкам и морально. Самое тяжелое – это переклиматизация. Вот это самое, когда ты приезжаешь, незнакомая местность, температура разная. Самое тяжелое. И в земле еще копаться надо? Ну, это уже как привыкший. Ну, то есть, они уже адаптированы. А это вот что за сегодня предметы вы принесли? Ну, собственно говоря, это вот цель. А вы поставьте, мы их покажем, да. Цель. Сейчас. Для чего мы выезжаем, это вот медальон, так называемые смертные медальоны. В таких капсулах как раз и находится частичка дома, как говорится. Информация. Информация, да. С помощью которой мы можем и уже бойца, которого эксгумируем, которого поднимаем, отправить на родину. Вот так. Ляшка или бутыль? Ляшка – это отдельная история. Нашли мы ее в этом году. Причем нашли там, где нам сказали, ребят, там нет ничего. То есть, просто там траншея, ну, обычная траншея. Решили мы ее прочистить до дна. Все. Прочистили до дна и я ребятам говорю, сейчас я фокус вам покажу. Вот. С угла, получается, на дне окопа, на дне траншея. Просто лопаткой подковырнул. То есть, она вот в самой стеночке находилась. Во время боя, видимо, ее запинули туда, все, она там валялась. Рядом еще находилась у нас аккумуляторная батарея от радиостанции и кусок провода, за которым уже пошла охота. И с помощью которой мы уже вышли на позицию минометную. Во фляге, в самой фляге находилась вода. То есть, она прям была там еще? Да, да, да. Ну, ее было немножечко, она там была. То есть, она пролежала, смотрите, сколько лет. Пролежала столько лет, да. И, ну, Владислав, открыв флягу, ну, не отшарахнулся. То есть, я так понимаю, она и не протухла. По крайней мере, запаха-то и не было. Ну, в земле, в стекле, как говорится. В земле, в стекле. То есть, она 70 лет, она пролежала и в полном сохране, как говорится. А у вас есть музей, как можно туда добраться, можно ли прийти на экскурсию? У нас время, как бы, нашего блока немножечко так быстро отечено. Приглашайте, камера напротив вас, куда можно прийти и как вообще вас найти? Ну, музей сам находится у нас в самой школе. И, в принципе, все желающие, кто хочет добраться, это поселок Стройкерамика, школа номер один. Приходите, друзья, и, может быть, что-то интересное вы для себя, для своей жизни откроете. Но мы продолжаем разговаривать о том, чем живет самарская молодежь. И мы поговорили о поисковых отрядах. Но хочется, наверное, затронуть еще тему добровольчества в нашем городе. И с точки зрения молодежи, в том числе, в следующей части нашего эфира поговорим именно об этом. Не переключайтесь. Горожанам желаю здоровья, экологии лучшей. Желаю, чтобы больше отдыхали, ходили в парки, на набережную. У нас очень красивый город. Хотелось бы поздравить всех горожан. У нас город хороший, не очень, конечно, он чистый и не очень ровный. Но, тем не менее, я думаю, что все это изменится к лучшему в ближайшее время. И всех жителей поздравляю с Днем Города. Желаю, чтобы мой город был чистым. Это моя родина. Я хочу здесь, чтобы все было благоухоженно, красиво, свежо, чтобы все дышало. Чтобы было легко и удобно в нем жить, приятно. Чтобы на улицу, когда выходишь, радовалась душа. Могу пожелать, чтобы соблюдали чистоту и не вредили друг другу. Ну, конечно, люблю. Большой город. И есть все еще больше порядка. Хотя он, в принципе, потихоньку, насколько я могу наблюдать, наступает. Еще больше порядка. Ну, благополучие, процветание. Я думаю, придет это все. Так что просто пожелаю, чтобы поскорее все это наступило. Очень дорого. Люблю этот город безумно. У меня всякие есть люди. Как сама будешь относиться, так они отнесутся к вам. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы люди относились по-человечески друг к другу. Нет. Мое мнение – нет. Мне кажется, мало. Потому что даже сейчас маленькие дети так же ходят, ругаются матом, курят, пьют. И культуру вообще не приведут совершенно. Я так думаю. А как же бороться с этой проблемой? Воспитание. Родители должны бороться с этой проблемой. У меня отец, он самый военный, очень строгий. Поэтому воспитали так хорошо. Нет культурных очень много в нашем городе. Прекрасный город, прекрасные люди. Среди хамов – это, ну, наверное, все-таки молодежь преимущественно. Ну, а молодежь воспитываем мы. Как воспитаешь, такой будет ребенок. Даже не хватает вежливости. Не столько образования в плане знаний каких-то специфических, сколько элементарной вежливости. Особенно со стороны мужчин. Да, маленький ребенок и женщины больше помогают. Где-то поднять коляску в транспорте, уступить место. К беременным женщинам не очень внимательно относятся. Бабульке уступают место больше, чем молодые мужчины. Делают вид, что ничего не замечают. Это, конечно, огорчает. Как бы, скажем, 50 на 50. Тебя как-то это беспокоит, скажем? Ну, всегда по-разному. В какой обстановке ты находишься, на каких обстоятельствах это все происходит, смотрю. Вот в последнее время, ну как, ну не сказать то, что их много, но прибавилось. Больше, конечно, стало, но в основном как по районам. Где-то они остались, бескультурщина, а где-то все же прибавляется. И мимо мусорки не пройдут, положат мусор, и место могут уступить. Но все же, и как мискорнословят. Вполне, да, мне кажется, прибавилось. Ну что, продолжается наш эфир. Это универсальный формат. С вами Юлия Черняева, 202-11-22. Наш телефон. Звоните, задавайте свои вопросы. Мы говорим сегодня о молодежи, в Самаре в том числе. И говорим сейчас, в данный момент, о волонтерской деятельности. Я с большим удовольствием вам представляю наших следующих гостей. С нами здесь руководитель Самарской региональной молодежно-общественной организации Центр социальных проектов. Так много слышали о нем. Ну а теперь лично познакомимся. Юлия Чигарева, здравствуйте. С нами также по-прежнему Сергей Бурцев, директор Самарского дома молодежи. И Анна Трошкина, волонтер, человек неравнодушный, который готов прийти на помощь, помочь словом и делом. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, у нас тема, я так понимаю, волонтерской деятельности, она никогда не закрывается. Она продолжается. И, слава богу, развивается. Как так случилось, что вы пришли сегодня? И о чем хотите рассказать в плане вот именно волонтерства? Ну, на самом деле, мне бы хотелось отметить, что очень активно волонтерство развивается в городе Самара. В пример даже ставят наш город. Волонтерство, добровольчество. На самом деле, очень много ребят, которые активно хотят этим заниматься. Вот, буквально вчера был День города, и наши волонтеры, наши добровольцы очень активно принимали участие. Сопровождали праздник, да? Они участвовали и в помощи почетным гражданам, почетным гостям на концерте, соответственно. Они помогали артистам нашим и хору турецкого, который вчера к нам приезжал. То есть они, соответственно, очень активно вносили свой вклад, посильный вклад в организацию празднования Дня города. Это, если вы говорите о свежем примере. Вообще, мы в этом году на базе Самарского дома молодежи образовали городской волонтерский центр. Основной задачей которой является координация, консолидация, помощь и организация деятельности волонтерских организаций города Самары. На самом деле, у нас таких очень много. Очень много организаций молодежных, общественных организаций, которые работают с волонтерами. Вообще, Дом молодежи, мне кажется, это такая организация, которой так не хватало нашему городу. Как хорошо, что вы появились, наконец-то. Спасибо за теплые слова. И вот, соответственно, с Центром социальных проектов. Центр социальных проектов – это одна из ведущих, одна из крупнейших молодежных общественных организаций, именно которая занимается добровольчеством. Это организация, которая входит в состав добровольческого… Ассоциация волонтерских центров России. Всей России представляет там наш город. Мы достаточно активно сотрудничаем и реализуем совместные проекты с ребятами. Вот в качестве анонса хочу сказать, что уже сейчас мы начинаем набор ребят на обучение по программам спортивного волонтерства, которые у нас стартуют. Грядет. Стартует уже в этом месяце. Мы начинаем такой большой образовательный блок. Мы уже сейчас, в общем-то, начинаем готовиться и к чемпионату мира по футболу, готовить волонтеров. Очень активно в этом году тема, конечно же, связанная с патриотическим волонтерством. Это проект «Волонтеры-70». Штаб в городе Самара также был организован на базе Самарского дома молодежи. Нас ребята участвовали в огромное количество мероприятий. Безусловно, это и парад на площади Куйбышева. Да, в течение года. И сейчас, самое главное, что сейчас мы эту работу не останавливаем. Я об этом говорил еще, по-моему, и в нашем эфире по весне, что мы не планировали остановиться 9 мая и забыть о ветеранах. У нас эта работа сейчас ежедневно, постоянно продолжается. Адресная помощь ветеранам. У нас волонтеры ходят к нуждающимся ветеранам Великой Отечественной войны, помогают им по уборке, просто с ними общаются. И летом, и сейчас этот процесс происходит без остановки. И здорово, что ребята все это делают добровольно и с большим желанием. Так, кстати или иначе, Центр социальных проектов гостями эфиров, конкретно даже моих, упоминает. То есть начиналась чья-то деятельность. Я вот пришла, я пришел в Центр социальных проектов. Что это за центр, кто туда может прийти? Я так понимаю, как бы тут нет каких-то рамок, ограничений. Конечно, это организация. Сначала мы собрались в 2008 году как инициативная студенческая группа. И сейчас мы уже действуем на областном региональном уровне, как зарегистрированная официальная общественная организация Центра социальных проектов. Мы ждем всех желающих, мы открыты для сотрудничества. Это у нас есть сайт, есть наша главная группа ВКонтакте, Центр социальных проектов. И несколько групп, которые мы ведем вместе с Самарским домом молодежи. Это Сергей уже сказал, группа «Волонтеры 70 Самар», посвященная именно 70-летию Победы. Во всех этих группах мы ежедневно практически выкладываем различные информации о мероприятиях, об акциях, о приглашениях к участию. О помощи какой-то. О помощи, да, конкретным ветеранам. Мы пишем, что, например, у нас есть конкретное количество ветеранов, которые попросили о том, чтобы у них убрались и так далее. Вот. И все это в онлайн-режиме. Ребята могут регистрироваться. В этом году мы еще открыли для себя новое направление. Не только молодое поколение, а еще захватываем «Волонтеры серебряного возраста». В апреле впервые стартовал проект у нас в Самаре. Так, подробнее. Может быть, кто-то из наших зрителей даже заинтересуется. Это очень, на самом деле, интересный для нас тоже новый проект и опыт. Другие регионы. Санкт-Петербург, конечно, первооткрыватели в этом плане. Казань, Сочи. Мы в этом году впервые. Значит, объединяем людей старшего поколения, которые имеют свободное время, имеют желание и возможности. Они, конечно, имеют большой опыт социальный и профессиональный. Желающих... Кто-то на пенсии, да? Да, да, да. Люди пенсионного возраста, можно чуть меньше, чуть старше. Ограничений как бы таких нет. Главное, что старшего поколения. Потому что, к сожалению, у нас есть в стране наша ассоциация, что волонтеры – это молодежь. И когда мы спрашиваем представителей более старшего возраста, а почему вы не участвуете в этих проектах? Они говорят, а мы думали, что это только ребята могут. А хотят их, да? Да, не потому, что они там не могут, а потому что они думали, что им нельзя. Это неправда. Средний возраст в Европе волонтеров 46 лет составляет. У нас на Олимпийских играх 23 года это было. Вот, поэтому мы хотим изменить эту ситуацию. Хотим, чтобы как можно больше представителей старшего поколения вовлеклись в этот процесс. Что нужно для этого? У нас сейчас, ну, как бы создана первая команда, и мы приглашаем на каждое наше мероприятие также больше представителей через Центр социального обслуживания, просто в СМИ распространяем информацию. Им нужно однажды зарегистрироваться, и потом уже их будут приглашать на разные проекты, акции и так далее. Пока у нас 50 человек, и пока в них очень мало мужчин среди этого количества. Ага, хочется обратиться, друзья, в компанию. Да, всю информацию, я думаю, можно найти на сайте Центра социальных... Сайте Центра социальных проектов, да. Там есть наши контакты прямые, можно с нами связывать. Есть конкретный координатор, волонтер серебряного возраста. А есть какой-то телефон, который можно озвучить? В принципе, да, могу. Давайте. Волонтер серебряного возраста Татьяна Викторовна Кунатова, которая возглавляет этот клуб сейчас. Она была волонтером Олимпийских игр. Она активно этим занимается. 927-723-5109. Ну, я думаю, что если кто заинтересуется, мы можем всю информацию разместить в нашей группе ВКонтакте. Милости просим информацию. Еще раз телефон, наверное, надо назвать. 8-927-723-5109. Ну, собственно, если от волонтеров старшего поколения переходить к молодым волонтерам. У нас тут сидит представитель. Вообще, просто человек неравнодушный. Давайте мы выясним все-таки у Анны вообще, как ты стала волонтером. Что тебя потянуло? На самом деле, чисто случайно. То есть, где-то... Нет, ну, мне хотелось в какие-то ветеранские организации, можешь зайти там, спросить, может, что нужно. Вот, но я в марте вот этого года просто по телевизору увидела рекламу, что вот эта вот здоровенная акция, которая была по всей стране, как раз в честь 70-летия Победы. Волонтерский корпус, 70-летие Победы. И я просто зашла на сайт, зарегистрировалась, вот так попало. Мне очень понравилось. Что, как бы, вот тебе приходится делать сейчас? Ну, сейчас мы ходим вот с ребятами к ветеранам адресной помощи. Там окна в основном моем, полы можно помыть. Как они реагируют на вас, молодых? Настороженно как-то? Да нет, в основном они... Ну, они... Вот что меня удивляет, вот каждый раз, когда приходишь, чем-нибудь там, вот мы пришли, они все время, когда уходишь, они спрашивают, ну, вам что-нибудь должны? А сколько мы вам заплатить должны? Кошмар, какой кошмар. Довели, да. Просто стыдно, конечно, но надо менять мнение. Там даришь им цветы, они тебе говорят, а сколько мы за них должны? Здесь вот на самом деле и задача органов власти, задачи Самарского дома молодежи. В чем поддержку мы оказываем? Мы, собственно говоря, обеспечиваем ребят моющими средствами полностью, всеми необходимым оборудованием, инвентарем. Закупаем домы, там, действительно помогаем и оплачиваем там те же самые цветы, понятное дело, как бы. Хотя и ребята, самое приятное, что они сами, сами хотят подарить ветеранам цветы. В этом наша помощь. А сами волонтеры, они, конечно же, работают совершенно бескорыстно, в этом и есть суть этого движения. Друзья, ну, хочется, наверное, вам донести информацию, что мы будем еще и еще приглашать наших гостей рассказывать, может быть, даже, я не знаю, расскажем о тех людях, которым они помогают. Но в любом случае хочется вам напомнить, что Центр социальных проектов ждет вас, я так понимаю, в Самарском доме молодежи. Можно в любую из наших, да, организаций обратиться, мы в любом случае направим. Да, и я думаю, что если есть какая-то у вас, может быть, мысль, желание помогать, милости просим. Помощь всегда нужна, потому что действительно добровольческое движение, волонтерское движение в нашем городе развивается, и, может быть, с вашей помощью оно станет еще лучше, интереснее, веселее, добрее, и, ну, воздастся всем по доброте, конечно, это стоит отметить. Спасибо вам большое, друзья. Друзья, я думаю, что не последний раз встречаемся. Вам доброго дня, хорошего настроения. До встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова